Как сейчас вам трудно, среди обстрелов, взрывов от гранат, вдали от своей родины и близких, но верю я, ты выстоишь солдат. Это стихотворение Настя Дихонова написала специально для конкурса «Я говорю от имени России». В строках, которые подходят сегодня каждой второй семье, где ждут и верят, на самом деле скрывается большая личная трагедия. «Стихотворение это посвящено участникам СВО за то, что они борются, говорится спасибо им, благодарность за нашу жизнь. Был брат, но он погиб, к сожалению». Другая победительница – Надежда Артемьева, преподаватель Горного колледжа в Краснокаменске. Ее стихотворение тоже авторское. Женщина посвятила его своим бывшим студентам. Когда я писала это стихотворение, я прежде всего вспоминала о наших ребятах, о наших студентах, о наших выпускниках, которые стали участниками специальной военной операции и, к сожалению, упали за честь и правду нашей Родины. Я вспоминала о том, какими они были веселыми, смешными, может быть, какими они были добрыми, дружными. И, конечно, все эти трогательные чувства я испытывала в этот момент. Поддержать бойцов на передовой сегодня важно не только делом, но и добрым словом, считает Галина Хрущева из села Верхнарым. Своё стихотворение она написала от лица всех матерей, кто верит, надеется, молится и ждёт. Ну, услышала о конкурсе, и конкурс не оставил меня равнодушным. Захотелось бы участвовать, просто чисто вот поддержать наших ребят в такое тяжёлое время, в специальной военной операции, чтобы как-то сказать им своё родительское слово, своё материнское слово, слово «женщина». Участие в литературно-творческом видеоконкурсе приняли около 70 забайкальцев в трёх возрастных группах и двух основных номинациях – «Лучшее стихотворение» и «Лучшая песня». Важным условием было, чтобы произведение было исключительно собственного сочинения и ранее нигде не исполнялось. Все видео были залиты в интернет-ресурсы, голосовала зрительская аудитория. Кроме этого, библиотека имени Пушкина, большой коллектив, принимали участие в анализе произведений, потому что очень много произведений прозвучало собственного исполнения. Кто-то отдавал свои стихи, чтобы их представил другой исполнитель, а некоторые читали произведения собственного сочинения. Дистанционный конкурс в итоге объединил и поэтов, и песенников в единый культурный фронт, а родившиеся у забайкальцев строки, мелодии и смыслы в самое ближайшее время попадут к тем, кому они сегодня жизненно необходимы. Екатерина Бокшеева, Антон Носов, РТК «Забайкалье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова